МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трупы младенца нашли в мусорном контейнере. Следователи начали проверку. Необходима помощь горожан. Ослабление позиций. Как отразится на дальнейшей работе коллективный уход с заседания Бийской городской думы представителей Единой России? Кто организовал на берегу Абив в поселке Восточный стихийную свалку и можно ли сделать насыпь из отходов? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барнауле сегодня ночью в мусорном контейнере на улице Георгия Исакова найден труп младенца без признаков насилия. Как сообщили следователи, по данному факту проводится доследственная проверка. Судебно-медицинская экспертиза поможет установить причину гибели малыша. Также следователи обращаются ко всем, кто что-либо знает о родителях ребенка, сообщить информацию в следственный комитет или полицию. Напомним, это уже второй подобный случай за последнее время. В начале месяца в Бийске в одном из подъездов было обнаружено тело 11-месячной девочки. Позже ее мать, которую задержали через несколько дней, призналась, что ребенок погиб от побоев. Целый ряд последствий будет иметь скандал, который случился 22 августа на заседании Бийской городской думы. Тогда, напомним, большая часть представителей Единой России во главе с председателем покинула зал. Как сообщит Политсибру, уже в ближайшую среду поведение председателя думы Сергея Ларейкина будут разбирать коллеги по партии на региональном уровне. Закончится ли история его отставкой или функционера просто отчитают, пока неизвестно. Правда, сместить Ларейкина с поста руководителя вправе только сами депутаты. Еще одним следствием Бийского скандала может стать ослабление позиций партии власти в Наукограде. Кстати, случившееся 22 августа произошло за пару недель до новых выборов по двум округам в Бийскую думу. Теперь победа единороссов, которая раньше не выглядела бесспорной, оказалась под большим вопросом. А если вернуться к Сергею Ларейкину, то пока руководство партии не наведет порядок на местах, истории, подобной Бийской, могут происходить и в дальнейшем. К тому же, пишут журналисты Политсибру, не за горами масштабная кампания по выборам в Госдуму и АКЗС. После не самых впечатляющих результатов единороссов по краю в 2016 году, еще одно фиаско может вызвать болезненную реакцию у федерального руководства. Мы же продолжим. Асфальт сняли, положить забыли. Одна из дорог в центре краевой столицы напоминает дороги Рубцовска. Полотно практически полностью разбито. При этом Дорожный комитет города расположен на этой же улице и уже несколько месяцев обещает жителям сделать дорогу. Анастасия Дороган продолжит. Бамперы трескаются, пороги гнутся. Тимур, который ездит здесь ежедневно, уже не обращает на это внимания. Не думаю, что больше 50 км в час, потому что здесь есть возможность, наверное, чуть ли не в колодец провалиться. Год назад рабочие сняли верхний слой асфальта и ушли. Запланированный ремонт прервал другой ремонт водопровода на этой же улице. Чтобы не класть асфальт дважды, дорожники решили подождать и прождали всю зиму. Трубу заменили не в ноябре 2018-го, а в июне 2019-го. Когда в начале июня водовод заменили, то, соответственно, естественно, что все ждали, что буквально в июне этот кусок дороги сделают. Но вот сейчас лето, мягко говоря, на исходе. Есть ощущение, что можно уйти в зиму опять в таком состоянии. На этом участке улицы всего пара жилых домов. Зато много офисов, предприятий, поток людей стабильный. А в этом здании сразу четыре общепита, куда ходят есть сотрудники со всей округи. Здесь, кстати, идят и сотрудники Дорожного комитета города. Он дальше по улице и на их участке дороги. Ремонт проведен. В 2018-м должны были приложить асфальт на всей Короленко. На эту и другую улицы правительство края тогда выделило больше 100 миллионов рублей. Доделывать работу будут тоже за счет краевых средств. Мэрии объясняют, деньги поступили лишь в августе. Стоимость их работы на данном участке 2 миллиона 330 тысяч рублей. Объект проторгован. В районе 2 сентября ожидается заключение муниципального контракта. Рабочие выровняют и восстановят верхний слой дороги. В мэрии обещают, что ямы с улицы исчезнут к 1 октября. Анастасия Драган, Андрей Дриер, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком. А сейчас к одной из основных тем выпуска. Бесконечная история. Так, некоторые пользователи интернета в шутку называют ситуацию, которая складывается вокруг нового генерального плана развития Барнаула. И два общественники, политики и городские чиновники договорились о том, что документ нужно принимать. Как стало известно, что по поводу именно этого документа назначена внеплановая проверка. Со мной в студии находится мой коллега Илья Кочетков. Он разбирался в этой теме. Илья, здравствуй. Привет. Не значит ли это, что Барнаул на неопределенное время остается без генплана? Забегая вперед, скажу, нет, он будет, скорее всего, скоро с генпланом. Все будет хорошо в этом плане. Так почему же тогда понадобилась проверка? Сейчас расскажу. Снова постарались барнаульские общественники. На этот раз на действия городской администрации пожаловался аж в администрацию президента и краевую прокуратуру один из участников сообщества «Шпиль». По его мнению, городские чиновники предоставили в Барнаульцам не весь пакет документов по генплану. А это может оказаться нарушением. В общем, с этим и будет в течение ближайшего месяца разбираться специальная инспекция по контролю в области градостроительной деятельности. При этом депутаты городской думы на очередном заседании, оно состоится уже в ближайшую пятницу, могут спокойно рассматривать генплан. Депутаты, они самостоятельно при принятии решений. Они, возможно, должны принять сведения, эту информацию, но диктовать им у нас нет полномочий. Мы выявляем, если они есть, обозначаем нарушение законодательства и первый этап – предписание об устранении выявленных нарушений. При этом сам главный архитектор края считает, что генплан уже наконец-то необходимо принять. Напомним, на протяжении четырех лет документ то и дело отправляют на доработку. Сначала у горожан возникли претензии к месту размещения полигона ТБО. Затем было много вопросов по поводу развития будущей инфраструктуры краевой столицы. И это лишь пару моментов. Правда, в последнее время все стороны начали склоняться к тому, что необходимо принять наконец-то этот документ. Недавно на круглом столе, прошедшем в администрации города, политики, общественники, чиновники в один голос говорили, пока нет принятого генплана, проблемы в городе только прибывают. Например, такой острый вопрос, как ввод нового жилья, под угрозой. По поручению правительства и в соответствии с указами президента, нам до 2024 года нужно ни много ни мало ввести в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров жилья на территории города. Существующий генеральный план ввести такие объемы жилья не представляется возможным. Что называется и так далее. Кстати, на этом заседании постановили рекомендовать принять генплан, а потом уже его постепенно улучшать. Возможно, так в итоге и произойдет. Тем более, напомню, что 30 августа состоится заседание Барнаульской городской думы, где, как ожидается, один из вопросов как раз и будет принятие нового генплана. И это, как считает большинство наших собеседников, наконец-то, скорее всего, произойдет, генплан примут. С другой стороны, проверка, о которой мы говорили в начале нашей беседы, свидетельствует о том, что общественники в Барнауле становятся все более реальной силой. Спасибо огромное за этот подробный рассказ. Ну, а я напомню, что у нас в студии был Илья Кочетков. И продолжим. Свалка строительного мусора образовалась на берегу Аби в поселке Восточном. Фотографии совсем не живописного берега разошлись по соцсетям и вызвали массу негодований у барнаульцев. Как утверждают жители микрорайона, отходы привозят туда практически каждый день, якобы для того, чтобы сделать насыпь. Так ли это и кто отвечает за горы мусора, узнавала моя коллега Полина Жданова. Кирпичи, пустые бутылки и шприцы. Вот такой набор мусора украшает пейзаж берега Аби в микрорайоне Восточный. Вишенкой на торте стали завалы строительные глины. Когда наша съемочная группа приехала выяснить, откуда взялась эта свалка, оказалось, что это место – частная собственность. Но у владельца нет денег огородить территорию, а свозят мусор сами жители, когда хозяин не видят. Это фигня все это. Это временная глина, она уйдет на стройку, снова уедет. Нет, а вон там бутылки, там какая-то грязь. Так они поросята, вот возят сюда все сами же, вот жители, это все вранье. Это моя частная, моя территория, вот так отгоражу и ничего не будет. Но местные даже не знают о том, что эта территория кому-то принадлежит. При этом, говорят барнаульцы, они сами уже давно не сбрасывают туда мусор. Раньше там вообще была очень большая огромная свалка, то есть вообще все возили туда. Потом эту территорию убрали, все это, все вылезли, все этот мусор, все, как бы убрали, все. А сейчас даже не знаю, не видела ни разу, чтобы там кто-то выбрасывал. Мы попытались узнать, кто контролирует стихийные свалки и какое наказание ждет организаторов этих мусорок. Нас направили в Росприроднадзор, а там ответили, что нужно писать официальную жалобу. Вы напишите обращение на имя нашего руководителя. В течение 30 дней будет рассмотрено, а вам будет ответ дан. Мы оставили заявку на сайте ведомства с просьбой разобраться в ситуации. Примерно через месяц ждем результат. Тогда же и узнаем, действительно ли территория принадлежит частному предприятию, или же она ничья. Но пока так называемый хозяин берега облагораживает его своими силами. Официальный владелец этой территории утверждает, что на данный момент у него нет денег, чтобы вывезти весь строительный мусор, который, по его словам, привезли сюда сами жители микрорайона Восточный. Однако он пообещал нам, что в ближайшее время сделает здесь насыпь и прикроет эту свалку, а также поставит заграждение от зачинщиков беспорядка. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. В этом году за школьные парты сядут 30 тысяч алтайских первоклассников. За неделю до старта нового учебного года в краевой столице прошел благотворительный праздник «Здравствуй школа» в поддержку первоклассников из многодетных семей. Наш телеканал тоже присоединился к этому мероприятию. Ему подарили школьную канцелярию, а взамен получили детские улыбки, радости, позитивные эмоции. Валентина Аскерова расскажет. Супруги Ольга и Дмитрий Сизовы через неделю отмечают двойной праздник. 1 сентября исполняется годик их дочки Аллочки, и в этот же день их Надюша идет в первый класс. Сизова многодетная семья, еще воспитывают сына Дениса. Он, к слову, пойдет в четвертый. Мальчик твердо знает, зачем он ходит в школу. Для знаний, для того, чтобы человек стал умнее, если бы не было школы, не было ни работы, ни денег, ни семьи, одни бы только бомжи были. Спеть, танцевать и прочитать стихи о школе пришли больше 50 малышей. После праздничного концерта была игровая программа, за участие в которой дети получали специальные жетоны. Их потом и меняли на приятные призы. Хорошая поддержка для детей. Конечно, конечно, для семьи, хорошая поддержка для детей. И мне радостно, что родители познакомятся друг с другом. Праздники никогда лишними не бывают. А еще они участвуют в организации праздника. Конечно, они чувствуют себя хозяевами. Кстати, уже в октябре организация «Много деток хорошо» проведет еще один благотворительный концерт в честь осенних именинников. Посетить мероприятие смогут абсолютно все дети из многодетных семей. Напомним, на Алтае таковых 28 тысяч. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Далее еще немного полезной информации. Центральный банк снизил ключевую ставку. В результате во всех банках страны ставки по ипотечным кредитам тоже пошли вниз. К примеру, Сбербанк опустил ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми на 1% годовых. Выгодно ли это узнавала наша съемочная группа в рамках брифинга. Уже сегодня семьи, которые воспитывают двух и более детей, могут взять квартиру в ипотеку по программе господдержки. Такая субсидия действует на весь срок жизни кредита, а не на короткий период, как это было раньше. Насколько это существенное снижение? 1%? Учитывая, что ипотечный кредит предусматривается на срок до 30 лет, конечно, 1% годовых. Это существенная величина в расходах на обслуживание данного кредита. Благодаря такой низкой ставке ежемесячный платеж по ипотеке у семей с детьми уменьшается почти в два раза. Сколько составляет выгода, специалисты просчитали. Первый вариант. У нас молодая семья имеет одного пока еще малыша и кредитуется программе «Молодая семья». Вторая наша молодая семья попадает под программу субсидирования с господдержкой. Давайте определим, на сколько лет. На 15 лет. Давайте попробуем. Попробовали и посмотрели. В первом случае ежемесячный платеж составит больше 19 тысяч рублей, во втором – 11 тысяч. Кстати, программа ипотеки с господдержкой действует при покупке жилья как на первичном рынке на стадии строительства, так и в уже построенных домах. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд и погоди спонсор прогноза – компания «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, в соцсетях Instagram, ВКонтакте, Facebook. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.